Класс Новиим, или вообще пророки начинаются с пророка Исаии, но в еврейских посланиях, в еврейских библиях Новиим начинается с Иисуса Навина, Егошего, и мы с вами уже за то время смогли пройти Иисуса Навина, мы смогли пройти у нас судьи, немного так, мы начали с вами говорить о Самуиле, в прошлый раз мы говорили о Сауле, как он вознесся, почему он был отвергнут и так далее, и мы зацепили немножко Давида. Мы хотим сегодня продолжить за Давида, говорить о Давиде, потому что царь Давид особенная личность в Писании, который не просто имел царские достоинства, он также был человеком, который, Бог говорит, я избрал человека по сердцу своему. Он называется не только другом, он был человеком, который Господь благоволил при всех, может быть, позднейших его трудностях и падения Господь все-таки обещает Давиду трон, или же царство, которого не будет конца. Начинается именно с Давидом обещание о Мессии. И когда говорится о Мессии, даже в еврейских контекстах, эровиднистический Мессия всегда был связан с Давидом, царем Давидом. Это был самый успешный, самый богобоязненный, может быть, так сказать, царь. И Бог к нему очень благоволил. Очень часто говорится о Давиде. Почему? Почему так сильно Давид воспеваем среди всех царей? Почему он был превознесен так среди царей? Почему очень часто вспоминается о Давиде в книгах, в других книгах и повествованиях? Как вы думаете, что заставляет эту личность так проявляться через все Писание? Ваше мнение? Правильно. Он включил микрофон. Смирен и праведен. Ну, не знаю, насколько смирение в падении было хорошее или плохое. Как узнать желание Бога? Как узнать желание Бога? Да? Откуда мы знаем желание Бога? Как мы можем пережить эти желания Бога? Он исполнял. А здесь желание Бога было уничтожить Урию? Мы говорили в прошлый раз, он был дерзким. Он был дерзким. Он за имя Господа пошел. Он пошел. Он пошел туда, спрашивал, что дадут? Что дадут тому, кто победит? Да, 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 давай. Мы в прошлый раз как раз на этом остановились, да? Что дадут? Он говорит. Всего сделают его дом в Израиле. И думаю, что свобода от налогов, как и в сегодняшнее время, люди хотят их получить. Быть свободным от того, о чем предупреждал Самуил. Что царь, который вы захотите, он и начал. Будет десятину, десятину давать ему, будет от того, от сего. Дочери будут работать, сыновья будут ваши, у него в армии наемной, и вы будете ему рабами. Да, вот такой вот. И вдруг он спрашивает, что дадут тому человеку, который победит этого человека? Узнав то, что дадут, он говорит, а кто это такой необрезанный, поносит боинство Господне? Взял и что-то ему сделал. Мы примерно сказали, где-то ему было около 20 лет от роду, когда он сражался с Голиафом, примерно в это время. Почему? Потому что на войну брали после 20, а его не взяли. Окей? Ну, 14 и 14. С какой версии? А? Какой? С славянской Библии? Наверное. Какой? Голливудского это самого, продюсера с белыми волосами, голубыми глазами, бегающий за полями. 14? До 20 лет. Потому что в 20 лет брали на войну. На войну брали. В 14 лет, да? Ну, как говорится, во имя Господа. Он же говорит, что перед этим он и волка, и медведя ломал, и медведя ломал. Да, медведя ломал. То есть, ну, это показатель того, что... А то, что он попросил денег, как нормальный еврей. Он не просил денег. Он узнал, что дадут. И после того он решился воевать. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. То есть, сначала он как Божье дитё сказал, а сейчас пойдут на лома. Нет, он не сказал. Нет, он не сказал. Он просто спросил, кто-то такой необрезанный поносит, и всё. Что дадут? А что дадут? Когда он узнал, что дадут, тут ему говорят его братья, говорит, знаем дурное твое сердце. Да, даже после всего этого. А? Ему или братьям? Ну, у него так и было сердце. Ну, имеется такое. Дерзкое. Да, вот это дерзкое. Да, и вот ты сказал. А вот. Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец в тех пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Я знаю, что ты посмотрел. Видно, часто смотрел, как мужики друг другу. За ним еще, то есть он не поднял руку на Солова на помазание. Это же после, это после. Мы говорим до вот этих всех событий. Почему Бог его как бы не почитает? Ну, почему, потому что он не поднял. Ну, видите, мы не видим, что Давид избран как Самсон. Он у нас не какой-то особенный. Он стал помазанником. Тоже своего рода помазали его. И нес в себе титул Мессии как Освободителя и так далее. Но все же Давид, царь Давид, он не сразу стал таким Давидом, как мы его увидим попозже. Все-таки его благосклонность к Господу была заметна. Потому что когда на Саула сходил злой дух от Господа, ему говорят, слушай, нужно, чтобы кто-то тебе играл, устроил тебе дискотеку здесь, может тебе легче станет. Увидели одного человека, который играет на гуслях, и с ним Господь, то есть с ним Бог. То есть мы видели, и люди замечали, что на Давиде есть Божье помазание. А с чего? С чего видно это? Ну как написано, что когда Господь говорит Самуилу, я усмотрел себе царя между сыновьями. Ну то есть когда он печалился Самуилу. Ну да. Он смотрел, как Бог смотрит на сердце, а не на лицо. Сердце человека. То есть ты хочешь сказать, что Давид был немножко не тем лицом выдался? Нет. Нет, вообще шучу, шучу, шучу. Я понимаю, что сердце царя в руке Господа, да? Оно будет только тогда в руке Господа, когда сердце это на самом деле принадлежит ему, Богу. И сердце Давида, оно было открыто Господу, и в этом есть чья-то заслуга. Чья-то? Да. А что он у травы спросил? Что он у травы спросил или у льва там? Нагнал его, говорит, скажи, кто Господь? Расскажи мне, кто тебя сотворил? Чья-то заслуга была? Чья-то заслуга была, что Давид так был расположен Господу? Мамы. Мамы? Ну пусть наверняка... О чем мы говорили? Есть одна книга интересная. Кто бабка была у него? Точно, точно, да? То есть воспитание было интересным у парня. Прабабка? А кто не сказал, что она умерла? Не знаю, если это именно... То есть прабабки у меня же тоже есть. Была у меня прабабка, когда я еще жил, она жила. Кто влиял на кого? Никогда не думали об этом, да? А вот Божье расположение, Божья милость, о том, что Ниаминь говорила о деде Давида. Интересные вещи, которые... То есть осталась в этой семье богобоязненность, поэтому было прилиплено сердце к Господу. При всех обстоятельствах, которые мы видим в Израиле происходило, да? Что не совсем Израиль весь был обновлен. Хотя Самуил сделал очень много перемен. И это мое личное понимание. Потому что не приходит ниоткуда эта богобоязненность, правильно? Ее прививают. Когда сын тебя спросит, что это за праздник? Скажи им, кто мы были. То есть любопытство всегда приводит к чему-то. А у кого-то надо учиться. Ни из чего оно не происходит. Ни из чего. То есть невозможно просто где-то зарылся в копну сенов и кричать, Эврика, я нашел Господа. То есть он был научен. Он не был никаким образом представлен к священникам. Может быть, ходил, как и все остальные мужчины, на праздники, которые там обязаны были ходить. Да, вот мы понимаем это все. Но при всем этом, при всем этом, мы не видим, что ковчег был при скине, он был удален оттуда. То есть что происходило? Небольшой хаос, но при всем этом Бог любил Давида. И эта дерзость, мы говорим, дерзость перед Господом, это серьезная вещь. То есть это можно сказать хуцпа, хуцпанутый такой. Ты знаешь, что ты хуцпанутый. Это выражение такое, как наглый, дерзкий, наглый, но с доброй точки зрения. Писание говорит, ибо мы достигаем такого дерзновения перед Господом, что мы можем просить и получать. А если так брать честность из перевода еврейского, так мы достигаем такой наглости, такой хуцпы у Бога, что мы можем просить и получать, требовать. Вот понимаете, вот то, что я говорил о богоцентричности, и не надо кричать и умолять, и вот мы не видим, что Давид там вопиил, там еще и так далее. Он был расположен Господу, он знал его, ходил с ним, и Бог выходил ему навстречу. Вот богоцентричность, вот хотите увидеть богоцентричного человека, это Давид. И мало того, что это люди замечали. Почитай то место, где Саул бесновался, вот он говорит так, а ему его слуги говорят, что нужно найти что-то, нужно найти диджея. И взял Самуил Рокси, нет, это ниже. Еще, еще, еще. И сказали слуги Сулуу ему, вот злой дух от Бога возмущая тебя, пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя. Дальше. И отвечал Саул слугам своим, найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иесея, Вифлеемельянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного с собой, и Господь с ним. И Господь с ним. Разумного в речах? Еще раз, какая фраза? Разумного в речах, и видного с собой, и Господь с ним. Человека, видного с собой. В 14 лет. Вы посмотрели, какой-нибудь подростка? Уши торчат, весь худой, это самое, как бы, видно человек. Ну, да-да, 14 лет. Не-не-не, ну, сказали, я говорю, где-то к 20 годам, но к 20 годам вырисовывается речь, мнение, мысли, и так далее. То есть, он был мужем, на котором был Дух Господен. Вот, и люди замечали это. Правда? Каким-то образом замечали. Хотя он был, мы же говорили о том, что он был пастухом, и когда Иесея спросили, а еще там у тебя кто-нибудь есть? Он говорит, да-да, Давид еще, давайте позовите Давида от стада. Мы относимся к этому как будто с пренебрежением, что он был мальчик на побегушках, его презирали, все остальное, там пас ягнята за селом. Навряд ли, потому что, если мы видим, люди отзывались о нем очень так серьезно, то понимаем, что его пастущая, может быть, натура, и он был младше, конечно, как всегда, младше, всегда со старших отдуваются, но Бог был с ним. И мы говорили о том, что, как он говорит, приходил ведмедь, да, и я как бы нападал, лев приходил, и я отбирал у него добычу, и раздирал его. фактически, если так, брать, кому нужно растерзанное, львом, или же ведмедем, да? Да, только дай их питьем, чужеземцем. Ну, то есть, нельзя, то есть, его нельзя было, как бы, употреблять в пищу, потому что оно же разорвано было, то есть, кровь не пошла, как бы, и, ну, не чисто, нужно было специально, то есть, не кошерно. я предполагаю, что Давид усматривал и нападал на льва, или же на ведмеде, до того, как он нападал на овцу, либо, когда он гнался, Давид с ним. Как брал там этот зверь, его за шорстку? Ну, как, нет, вы должны понять, зверь, если он зверит, овца не сильное, быстробегущее животное, если вы знаете, один удар, и она, и все, причем, серьезно, если вы знаете, как у ведмедя, у него сильная, как бы, сказать, лапа такая, раздирает сразу. Я думаю, что вот, наверное, настолько Давид был в отношении с Богом, что он хороший был пастухом, он замечал смущение в этом самом стадии, он присматривался, где этот лев, где звери, и тоже нападал, до того, как тот мог поразить овцу, и так далее. мы говорим о том, что смелость, смелость прогоняет. сидел этот ворву, там, Лева сидел вокруг него, гулял, тоже погружен, ну, ну, почему бы и нет, сверхъестественная сила, ну, лев, ладно, но медведь, мы просто на медведя большого не видели. мы же не знаем, люди сходили раньше с одним ножом на медведя, ну, как бы так, мы не знаем, как это было, но если Писание говорит об этом, то я бы больше, я бы склонен был к тому, что он был смел и достигал Лева до того, до того, как он именно растерзал, нападал на нас, растерзывал самого. Да, не, не, он не первым нападал, я думаю, что фактически, это все это заметно, ну, это мое личное предположение, но все-таки, мы понимаем, что он был воспитан, немножко по-другому, это воспитание, мы можем смотреть от Руфи, от Овиди, Овиди, так, и, я по-английски думаю, и так далее, смотрите, что можно еще говорить, мы говорили о Джанатане и отношениях с Давидом, об отношениях этих двух личностей, что при всем том, что Джанатан, Иоаннафан, он претендовал на трон, как первенец, да, и он уступил этот трон, он уступил свое первенство, он уступил свое первородство на трон, на позицию царя, и он стал другом Давиду, мы говорили о том, что Давид оплакивал смерть Саула, и оплакивал смерть Иоаннафана, это было довольно тяжело для него, мы говорили о том, что Давид царствовал 40 лет и соединил Израиль, фактически он сделал Израиль единым государством, понимаете, да, то есть он присоединил, сначала он имел, под ним ходило несколько колен, и потом остальные колена присоединились к Давиду, мы говорили о том, что Давид вдруг в какой-то момент он возжелал сделать Иерусалим местом поклонения к Господу, построить там место для поклонения, и в Кириат-Ярим он приходит, чтобы взять ковчег Завета, и вот это важная часть, что Давид не возвращает ковчег Завета обратно на то место, где он был раньше взят, Шиллоу, то есть это далековато, не возвращает его обратно на то место, где он находился 360 лет, но делает Иерусалим, Иерусалим, местом для поклонения, и как-то так вот интересная тема, что Давид решает изменить правила игры, ну да, скини, скини, ведь Бог дал, это было дано Богом, это было четко сделано от Господа, да, вот, и вот никогда не зададумывались, почему именно пришлось Давид делать это решение, изменить всю структуру поклонения, всю структуру вредоприношения, всю структуру даже храмового служения, что заставило его так действовать, вот просто, да, вот так посмотреть на эту тему, а? А это дерзко, это на самом деле дерзко, это было довольно смело, вы послушайте, это смелое решение сделать дом Господа, и Бог сам говорит, где ты мне сделаешь место, если земля под ножен, ног моих, небеса, седалищик будет, трон, где ты сделаешь мне место, но именно здесь вот это вот дерзновение перед Богом создать нечто, то, что привлекало бы, наверное, людей к тому, чтобы поклоняться, устроить это место, это было серьезно, и фактически Давид меняет не совсем всю систему хвалебных там песен, труб и так далее, мы не видим такое богослужение, которое Давид уже потом вводит, как часть ритуального жизни, мы не видим это происходящее в пустыне, мы не видим, что там трубили трубы, имеется в виду, юбилейные, там, чтобы воспевали песни, хвалебные, кинвалы, цинвалы, там, гром, шум, ой-вой, как бы и так далее, мы не видим этого в Шейлоу, это место, где находился ковчег завета за 360 лет, такого служения не было, и тут Давид, он был радикальным реформатором своего рода, и в то время, когда почти 30 лет находился в, как бы сказать, ковчег завета не в руках Израиля, Кириат Ярим, он приходит, чтобы его вернуть, и мы видим, что он не смог это сделать, он произошло как бы там поражение священника, и он испугался, оставляет его, все-таки он готовит место, приходит, опять же, дерзает, и все-таки привозит этот ковчег, и делает жертвы, такого раньше не было, такого раньше не было, он каждый там, сколько шагов, семь, приносили жертвы, и расстояние от Кириат Ярим и в Ярусалима, я не знаю, там сколько километров, наверное, 16, или даже, что-то, что-то такое в этом, в этом смысле, много крови, много крови, много жертвы было, меня как бы так, это, это очень много, и вот это такая вот эстравагантная процессия указывала на расположение человека, жертвовать всем ради славы Господней, чтобы Господь пребывал, вот это, наверное, вот это, вот это дерзновение пред Богом, эстравагантное поклонение, жертвенность, посвященность, на самом деле, исходило из сердца, если оно исходит из сердца, Господу это нравится, ну, реально, это часть, которая необходимо было производить, вот даже для Давида, Давид сказал, что он построит этот храм, и, конечно же, он этого не делал, он не сделал, потому что приходит к нему пророк его, и что руки твои запачканы кровью, то есть, если, если говорят о том, что, Бог говорит, у тебя запачканы руки кровью, это же не просто так было, то есть, как бы, понимаете, да, то есть, довольно серьезная вещь, видно, он был неслабым человеком, да, мы смотрим на Давида, как бы, гуслиста, лидера прославления, мягкого, да, такого, кроткого человека, как бы, поющего, такое, как бы, с такими глазами, вот, а на самом деле, он был жестким, суровым, суровым, ну, даже, даже его братья говорит, знаем мы твое надменное сердце, знают, что дурное твое сердце, ты пришел, чтобы поглядеть на битву, и представляешь, что если, да, пацан был еще до 20 лет, но посмотреть битву, о, крови много, опять владиаторы начались, да, то есть, как бы, они понимали, что у него есть какая-то такая вот, хватка, при всем этом, и вот победа над Голиафом утверждает Давида очень серьезно, мы читаем также, что обещание, которое Бог дает, говорит, твой дом, и твоему царству не будет конца, он будет навеки, он обещает, дает это обещание Давиду, и утверждает пророческое слово о Мессии, всегда идет вот этот намек на Мессию, на избавление, и мы понимаем, что Рав Шаус говорит, пославим к Тимофею, помни Евангелие, мое Евангелие, и Евангелие Ишуа Мессия, сына Давидова, и мы видим, даже во всех частях, в Евангелиях говорится, сын Давидов, мы понимаем, что Ишуа не был физически царем, над Израилем, Иерусалимом, и так далее, но ссылка была сын Давидов, означает, что титулировали его, как Мессию, сын Давидов, это был довольно, такой вот, титул, Машеха, Мессии, мы понимаем, что Давид, он был, как и все остальные люди, но при всем он любил Бога, он написал псалмы, он писал истории, но также мы видим его ошибки, давайте мы остановимся на его ошибках, мы говорим очень часто о том, что Давид, царь Давид согрешил, но также, это же не единственный его грех, за что Господь наказывает Израиль, весь Израиль, когда Давид что-то сделал, Зачем, ну то есть, как бы, сделал перечень, перечень, может быть, мы понимаем, что свою силу, а в чем секрет, вот был, не считать Израиль, доверие Богу, еще что, причина, почему его отговаривали, почему отговаривали, как бы сказать, вот Бог не разрешил, или не разрешал пересчет делать, ведь была такая же ситуация была из пустыни, правда, то есть, как будто история повторяется, и было поражено, почему, в чем суть, в чем суть пересчетов, недоверие Богу, или что, а если бы посмотрел на этот пересчет, как запрет на то, что соединено с Авраамом, помните, когда попробую пересчитать, да, песок, попробую пересчитать песок, на руке своей, вот так будет столько народа, но фактически, можно было посчитать людей, не, ну вообще, можно было посчитать людей, нет, вообще людей посчитать, можно было, да, потому что, если смотрите левитом, там перечисляется, там, колено такое-то, ты-ты такое, столько-то людей, и так далее, и если вы внимательно, были внимательны к заповедям, которые там, говорится о царе, и потом, как Сумуил говорит, он будет брать вас десятины, хорошо, возьмите, по десятина можно посчитать, можно, если ты сильно умный, ты можешь сказать, вот я знаю, сколько у меня людей, по десятинам, можно было бы по воинам тоже посчитать, потому что брались тоже из семьи, потому что они должны были служить, другими словами, здесь ишло дерзновение о том, что недоверие Богу в том, что он обещал, расплодить Израиль, и размножить, я думаю, это лишь на мое мнение, но все же, какие же еще ошибки были Давида, мы говорим о пророческих, вот таких вещах, ошибка Давида еще была, мы говорим о том, что это блуд, то есть история с Версавией, но пока можно считать за что угодно, можно было с самого начала сделать одну вещь, но начинается история, очень интересная, эта история начинается с того, что была весна, когда все, когда все цари ходили на войну, как будто Олимпийские игры устраивали, кто победит, а он не пошел, вот с чего тебе, как царю, не ходить на войну, то есть любил же, любил воевать, или нет, любил, Давид любил воевать, вот тут видно, с юнца, там, 20 лет, завалил Голиафа, там еще что-то, а тут пришла весна, как бы сказать, вышел он на террасу, поглядеть, на шо? Да, и увидел, красавица. Красавица, да, но смотрите, давайте так вот, мы часто смотрим на эту историю, и мы видим проблемы, давайте так посмотрим проблемы, если в левитах тоже говорится, и во второзаконии о том, что если девица, да, там не кричала, да, не кричала, то, ну, не сопротивлялась, то побивали камнями, да, вот так вот момент, что здесь, какая здесь ситуация, мы видим, что, как будто у царя Давида была абсолютная власть, у него было, как бы сказать, помрачено уже сердце, деньги и власть, она всегда развращает человека, ну, как бы ты богобоязнен не был, на самом деле, это намек на то, что нельзя расслабляться, нельзя давать себе причину, из-за того, что ты любимчик Божий, и все тебе хорошо, что все это сойдет тебе с рук, да, мы видим также, что рассказали Давиду, то есть, Рисави посылает слугу и говорит, у меня проблема, после всего, муж еще воюет, а я беременная, и Давид, и Давид начинает замысливать, значит, грех не только что убил, а посмотрите, лукавство, с которым он призывает Урию, ну, типа, ты молодец, герой, классный пацан, все, иди, попей, и так далее, все, иди, пойди, отдохни, домой, ну, как лукавство такое, это все, а потом узнаешь, что он пошел спать под дверью, как это так, что, и следующий план, план уничтожения, поставить вот на том месте, где больше всего проблем, и фактически отойти, это был план, и Господь показывает в этой истории, что при всех этих ситуациях, Давид действительно поступал по человеческому страху, страх обладал, что это вскроется, что это будет неправильно, и фактически неправильно, Урия, он не был израильтянином, евреем, его говорит так, да, нет, Урия не был, ну, нет, нет, он не был евреем, он не был евреем, а, хи, 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 ну, это, хи, хи, монгол, а, не знаю, я бы, шах и мат, Но на самом деле это интересная тема, потому что пребывание неевреев или иноплеменных довольно было приемлемо частью для Израиля. Они служили, они защищали. До сих пор многие неевреи, они часть Израиля, еврейского общества. Но при всем этом мы видим, что у Давида появился шанс раскаяния. И мало того, он был готов поднести это наказание. Если мы посмотрим последующие вещи, которые происходили с Давидом, он был готов поднести наказание. Даже 51-й Псалом, он изливает душу свою, говорит, прости меня, Господи, согрешение. Или 50-й получается. Я просто на Тегелим смотрю. На Тегелим это Псалмы, которые в еврейском исполнении, в книге Тегелим. Они идут на 51-м. У кого-то есть там 50-й Псалом? Давайте почитаем его. Это молитва Давида к Богу. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. И по множеству щедрот Твоих избавь беззакония Мои. Многократно умой меня от беззакония Моего и от греха Моего. Очисти меня. Ибо беззакония Мои я сознаю. И грехов всегда предо мной. Тебе, Тебе единому согрешил я. И лукавые предочтания Твоими сделал. То, что Ты праведный приговор Твоем. И чист в суде Твоем. Вот я беззакония, дочатый, во грехе родила меня, Мать моя. Вот ты возведу истину в сердце. И внук мне и явил мне мудрость. Окропи меня из сока, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье. И возрадуйте кости Тобой сокрушенных. Отврати лицо Твоего грехов Моих. И не звать себе законы Моих. Сердце чистое сотвори во мне. Божий, Дух правый, равновидный при меня. Не отвергни меня от лица Твоего. И Духа Твоего, святого, не днемет меня. Возради мне радость и спасение Твоего. И Духом Водичесного, вовремя. Научу беззаконных путям Твоих. И нечестивый Тебе обрадятся. Избавь меня от кровей, Боже. Боже, спасение моего, язык мой. Восхвали правду Твою. Господи, отверзи уста мои. И уста мои во лицах полу твои. Ибо жертву Тебе не желаешь. Я дал бы ее. Все сожжение не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного. Ты не призвишь Божию. А благодетельствием благоволению Твоему всего. Возбитни стены Иерусалима. Когда благоугодны будут Тебе жертвы правды, благотношения и все сожжения. И да возложат на алтарь Твоих цельцов. Смотрите, здесь Давид раскаивается. И это раскаяние, оно весьма-весьма трагическое. Мы не видим раскаяния Саула. Где-нибудь вы заметили его раскаяние? Но здесь Давид изливает душу свою. И написано, что неоднократно обмой меня, очисть меня за преступления мои. Важно понимать, что Давид не только раскаивается. Он готов был платить цену. И цена за это такое преступление, которое мы видим, как оно раскрылось, и Бог помил свой, его простил. Но это было восстание любимого сына, Авесолома. Восстание сына против отца – это, будем говорить, то наказание, или позору, через которое должен был пройти Давид. И когда его обкидывали камнями, и говорили, врачи с всякими словами его обзывали, он говорит, оставил в покое. Я заслужил этого. Его Бог возбудил это делать. То есть поношение царя – это довольно серьезно. Пройти через унижение – он готов был. Многие из людей сегодня, имея такие, может быть, небольшие прегрешения, или большие прегрешения, не готовы пройти через жизненное унижение. Вот не готовы. Они чаще всего, даже если люди попадают в грех, приводеяние, или там еще каких-то тяжелых грехов, они говорят, ну вот Бог простил Давида, и меня простил, все. Если люди говорят, а ты что сделал? А вот еще унижали, а там словами какие-то говорили, там подонок, ты изнасиловал, или там прелюбодеи, и так далее. Люди не могут выдержать. И чаще всего говорят, все, я уйду. Пускай… Не нужна мне эта община, эта церковь, и так все остальное. Они Бог вы любящий, а эти люди безжалостные, и так далее. Вот. Молодец. Но самое главное, что Давид осознавал, что это часть его выбора. А потом отомстил. Ну то, что отомстил, это совсем другой опыт, это другая позиция. Ну перед смертью, да. Может, у него уже заклинило, Давида. Да. Да, вот, Шлема, Шлема, ты не пощади, я не мог сделать, своей рукой это сделай. И при всем том, Бог говорит, что у Давида руки в крови, а не у Шлема. Так интересно, да, вот эти моменты. Но смотрите, Давид проходит этот путь. Фактически, это пророческий путь, и везде, во всех псалмах, он говорит о Боге, говорит о Мессии, говорит о будущем. Пророчески говорит он о спасении Израиля, о избавлении Израиля, о обещанном Мессии. То есть, контакт с небесами у него был весьма серьезный. Даже то, что иметь дерзновение построить место поклонения для Бога, откладывается в Новом Завете. откладывается уже даже в Новом Завете. Бог дает Моисею, вернее, будем говорить так, Аврааму, обещание обетованной земли. Через Моисея Бог выводит народ из роддома рабства и дает закон и правила богослужения и самого скиния собрания, жертвоприношения. То есть, все правила. Но вы нигде не вспомните и не увидите, что я хочу восстановить скинию Моисееву. Он говорит, скинию Давидова, падшую. Но в других местах он будет заделать трещины, которые появились в скинии Давида. И скиния Давида, что это за скиния Давидова? Что это за место, где Бог говорит, я восстановлю это место? Что в сути, что в этом заключалось в этот момент скинии Давидова? Я думаю, что не в этом как бы сам цимис. Смотрите. В тот момент была одна скиния или было две скинии? Скиния Давида или скиния Ковчега? С ковчегом. В скинии Давида было скиния Давида. И еще было одно место, где ковчега не было, а еще производились некоторые жертвоприношения. Пока Давид все как бы не перенес веру в Шалаем. Но здесь очень интересная вещь. Мы смотрим на это и, может быть, не замечаем, что во время процессии Давида когда он вносил ковчег в Иерусалаем, люди имели возможность увидеть ковчег. если бы вы были обыкновенным евреем, которые жили бы в то время до Давида или после Давида, во время Соломона, когда построил все, вы бы не смогли войти во святая святых и увидеть ковчег и остаться живым. вот здесь вот секрет, я думаю, говорит о том, что скинью Давида падшую не имеется в виду хвала и поклонения торжественной такой виск, пляски, там как бы скакать и все остальное, а возможность созерцать то место, где восседает Господь. Вот, услышите этот момент. И он, конечно, он может быть прикрыт был, там стояло, там может быть, на кибитке, там прикрыто все остальное или там натянуто что-то еще. Может быть, я не знаю, но для меня лично кажется, что вот эта возможность, я думаю, там весь Израиль собрался в тот момент на всех этих горах смотреть, что происходит, что Давид делает. Понимаете, и столько жертв и все остальное. Между прочим, даже не просто там зарезал, оставил его. Это жертвы, потом оно варилось, жарилось и так далее и сдавалось, потому что как бы эта часть тоже для народа и для священника, так оно было. Но иначе была дорога трупа была. Вы представляете, да, икру здесь. Вот для меня важно, что вот возможность было созерцать и увидеть то, что недоступно было другим. что делать? Они же когда пустыни шли, тоже шли носили. Чехлили его чехли? Его закрывали полностью. Ну да. Может быть, зачехлили. Но я хочу вам сказать, что вот это торжественно было такое, какой-то части. конечно же, конечно же, когда качех вы носили перед боем, его видно было. Как бы еще момент. Но после того, как был построен храм и все остальное, доступ к святых не было. Для обыкновенного человека. Мы делаем перерыв и вернемся сюда через 15 минут.